так и к нам присоединяется ленка привет так привет слышишь ли ты меня да я тебя слышу но слава богу я немножко моё сейчас нет я слышу себя но видимо а у тебя наушников нет а все зум подстроился он убирает эхо хорошо видимо уже убрал я немножко перенервничал потому что у нас сегодня одна спикер из крыма подключалась и не смогли мы подключить увидел что ты в минске блин ну думаю если щелянка сейчас не не сможет выйти просто не я собрала волю в кулаке только что закончила 5-часовой тренинг я приболела в общем у меня полный букет чтобы не прийти но я пришла до поправляйся поправляйся давай мы так спокойно но у стресс в свободном разговоре слушай вот я вижу что у тебя появляется информация твоем мастер-классе у меня на самом деле довольно часто спрашивают спрашивают ребята вот а я хочу быть актером а куда мне пойти а с чего мне начать а где бы мне вот куда бы мне до какой-то первый шаг сделать так может быть ты расскажешь что это у за мастер-класс и что это чем чем ты сейчас занимаешься ты знаешь я конечно вот такой запрос который ты озвучил это вообще отдельная история да вообще как начать карьеру как действительно постучить профессию то есть моя история она пока не является школой потому что ответ на твой вопрос будет именно пойти учиться я бы хотела чтобы артисты которые начинающие обязательно понимали что это процесс то есть это какое-то посвящение себя на год может быть на полтора какого-то интенсивного обучения как обычно делают на западе туда действительно идут люди разного возраста бросая разные предыдущие карьеры начиная новую карьеру актера но обычно это посвящение именно себя ну минимум на год образовательному процессу пока что студия 22 руководителем которой я являюсь сейчас больше ориентирована именно на тренинг и работу такого интенсива для людей которые уже что-то делают уже как-то там подцепляют знания заходят на классы на курсы или для актеров которые работающие и которым нужно прокачаться подняться на новый определенные ступень какое-то развитие в том числе и для людей которые в принципе творческие люди которые хотят перезагрузки которые находятся сейчас между какими-то большими решениями которым нужна опора нужно подсобраться как-то выдохнуть с собой порезонироваться да и принять какие-то решения то есть это не только актерский тренинг я бы сказала тренинг для человека через актерские техники мы используем актерские тренинги техники по голосу по работе с телом по работе со своими чувствами с возвращением к себе своей опоре к своей основе к своей правде внутренней и это подходит в общем-то любому человеку который хочет быть самым собой честным развиваться уметь общаться с клиентами в том числе да то есть такая история достаточно широкая и в ноябре у нас будет тренинг только для актеров будет приезжать американский специалист из нью-йорка из школы листрасберга педагог с 20-летним стажем который будет именно преподавать технику листрасберга это будет очень специфичный такой актерский мастер-класс именно посвящены только то есть мы будем набирать только актеров моя же история она более гибкая на работа в москве будет или в минске это будет в москве да мой личный мастер-класс будет в москве и санкт-петербурге москве 5 6 ноября в питере 12 13 а уже американский актерский мастер-класс будет проводиться на 23 25 ноября вот такой у нас пока что но вот ты знаешь мне кажется что в целом да если человек допустим понимает про себя уже до что вот я хочу быть сценаристом да все понятно да куда надо идти мастерская молчанова всю программа есть если человек хочет быть актером или режиссером опять же тоже понятно надо идти но выбирать мастера себе да больше режиссерские есть да там резонируешь да и дальше просто идешь учишься но вот мне интереснее вот что что есть люди которые скажем так не знают не уверены да вот мы с тобой делали интервью в свое время где-то года два или три назад да и вот меня очень сильно впечатлило то что ты уже там много лет работы и на телевидении и кино да и так далее ты после этого пошла учиться в авгит для того чтобы получить профессию сейчас очень часто у людей нет такого вот стопроцентного решения того что они хотят этим заниматься да а может быть как то вот ну не знаю хочется ногой в воду попробовать пожалуйста абсолютно велкам да то есть можно прийти а вот сегодня я только что закончила группа я тебе говорила я разговаривала с девочкой которая вот я всю жизнь мечтала но я закончила высшее образование маркетинг вот мама сказала я пошла я вот все еще хочу вот я делаю тик токи вот я делаю там какие-то эфиры вот мне там нравится быть публичным мне нравится быть творческой да я пыталась с ней разобрать большая часть моей работы еще разбор разбор задачи цели она чего на самом деле хочется да чему на самом деле лежит душа и мы в принципе пришли к тому что но ей не хочется сейчас впрягаться в индустрию до вставать километровую очередь кастинга быть постоянно в этом вот режиме отказ тренинг там какой-то стресс связанности ездить на хочется творчески себя выражать и вот мы с ней поговорили и вы выявили вот эту наклонность ее как бы ее направление и в этом направлении сняли все лишние так скажем мешающие факторы которые ее отягощают понимаешь что есть там искать агента сейчас там что если ты выбираешь актерскую профессию как профессию в индустрии один путь развития да если ты выбираешь актерскую просто профессию для себя как выражать свое творческое начало раскрываться может быть что то там из этого еще больше дальнейшем выльется но это не является твоей основной единственной работой профессии так далее это другая длинное развитие и мы вот это прощупываем и мы вот это все развиваем и тем самым человек становится легче у него появляется ясность и наконец начинает действовать в сторону своей мечты или в сторону реализации своих каких-то идей то что пока в голове каши и очень много хочется и того и сего и где не знаешь чего и вроде как надо так а не знаешь как надо и вот эта каша на тебя тормозит и не дает возможности тебе наконец уже начать делать получается прокрастинация там на год на два ты так и никуда и не продвинуться да то есть вот внести нести ясность я помогаю с самого первого класса самого первого часа это первое что мы делаем это . отправная с которой мы движемся и это очень важно сразу помогает человеку выдохнуть и понять на каком он свете слушай но ведь тогда получается смотри что ты можешь из вот этой профессии выбрать только то что тебе нравится да то есть скажем вот сценарная профессия она тоже по большей части состоит из того что тебя бьют ногами да и да там слышишь и переписываешь свой сценарий и так далее и так далее но опять же ты можешь из этой профессии выбрать то что тебе нравится допустим не знаю писать какие-то короткометражки снимать их выкладывать в той же инсте до в рилс в тик придумывать тик токером их скетчи маленькой задачи дойти до полнометражного да ты наверное не будешь получать сразу там такие большие да но и приобретешь опыт то есть в этом смысле сегодня возможности то огромное количество да если роман пожалуйста написал роман и сдал через ридеров все вот у тебя его читают как бы тебе и тебе не надо унижаться по издательствам ходить да главное определиться с тем что ты на самом деле хочешь и что ты никому ничего не доказываешь то есть понимаешь очень сегодня мы там вышли еще на одну историю девушки что по большому счету и очень хочется ехать другой город его покорять да там еще как-то там себя реализовывать а потом выяснилось что просто очень хочется папе доказать что не зря она ввязалась в эту графу понимаешь и работа с психологического захода она тоже имеет место быть в тренинге именно для чистоты определения своих желаний потому что многие люди хотят на самом деле одного а делают другое чтобы доказать мужу бывшему иногда там да и папе или там еще кому-то или одноклассницам вот я говорила вам в одиннадцатом классе артистки станут или там еще что-то будет да и вот надо как-то сейчас соответствовать а уже как бы все поменялось ну то есть вот эти вещи опять же вносить в них ясность да и конкретика ничего не стыдно не стыдно писать истории для тик тока не стыдно быть блогером и рассказывать не знаю еще что это супер это классно это интересность у тебя прет все больше ничего не имеет значения и вот высвободиться из вот этого социального какого-то парадигма я не пишу или не снимаюсь сложных каких-то художественных арт-хаусных фильмов значит я не акцент что ли я не великий сценарист это великий оператор если я не снимаю какие-то сложно сочиненные работы да нет чувак если ты счастлив все задача выполнить да то есть мы идем дальше мы продвигаемся в этом то что каждый период нашей жизни приведет нас к разным событиям но главное начать если я говорю ближний круг посмотри вокруг себя вот сейчас что ты можешь сделать главное сделать что то есть если ты не можешь сейчас прыгнуть и написать сразу большой фильм или сняться сразу главной роли в сериале вот здесь и сейчас куда ты можешь шагнуть на один шаг приблизиться к своей мечте все делаем этот шаг смотрим что будет дальше не торопись к очень слушай офигенно ты знаешь можно я наблюдением поделюсь вот с того тогда когда мы с тобой общались в прошлый раз мне казалось показалось что ты как бы человек который находится на каком-то перепутье перед каким-то выбором то ли стать режиссером то ли стать актрисой остаться да то ли делать карьеру в америке то ли вернуться обратно то ли делать все это одновременно да то есть и когда я видел и я видел эти возможности до что я понимаю вот она туда пойдет и там дальше будет все в порядке через пять лет мы ее увидим в трико спасающий мир очередной марвеловской франшизе на вот и сейчас я просто вот прям вижу по тебе да что у тебя просто энергия из тебя фигачит да то есть там свет идет что блин произошло что изменилось я даже не знаю я сложно саму себя оценивать наверное когда находишься внутри процесса но очень много наверное важных решений было принято за последние три года события которые я наверное пришла во многом к своей внутренней правде опять вот то что я начала с этого говорить про из этого наверное родился тренинг потому что этот тренинг это мой личный опыт да то есть я собрала школы станиславского и чехова и этого боже мой доналда и или страсберга и все это все вместе я сама проходила еще курсы и учебок и у бернарда хиллера и кучу всего прочитала это все слова да то есть это все ты вот в какой-то такой находишься в каком-то водовороте этих знаний и в какой-то момент они начинают выкристаллизовываться понимаю в результат и ты понимаешь а вот это работает вот можно было не вот так идти а вот прямой и вот эти вот прямые я начала собирать сама для себя и в какой-то момент разговариваю со своими друзьями актерами не актерами не говорили блин как интересно а как бы это вот у тебя побольше бы узнать а как вот мы я даже как-то растерялась думаю да я не знаю я просто рассказываю потоком свои какие-то ощущения да людям интересно нравится в какой-то момент просто пришло понимание что я могу собрать определенное количество информации для того чтобы человеку стало легче работать со своим телом голосом с разбором сценария с работой на площадке или с работой самим собой и пробное несколько классов у меня было в нью-йорке в минске от москве будет первый потрясающая отдача результат и я понимаю что это работает и таким образом родилась студия 20 это абсолютно личный мой опыт ты моя я стала проводником каким-то ну так ну так книгу надо писать а ты меня научишь конечно любые вопросы пиши обращайся вообще вопрос мне кажется что если есть что сделать как это оформить я конечно чем могу естественно безусловно да хорошо забили всего мира со всего мира мы собрали очень большое интересное количество знаний у меня работают еще два педагога один больше работает через тело другая валерия крайнего работает через голос и у нас тут вот наша тройка она прям дико мощный сто процентов я знаю издательство которое с руками оторвёт просто ну ты видишь какие дела такие андрей ланд кстати говоря который был вот этот самый вчера у нас да то же самое тоже он написал книгу прислал мне я прочитал тут же прочитал отличная книга о публичных выступлениях я тут же отправил вас приятелю своему главу главному не главному редактору генеральному директору издательства да и он мне буквально через два дня он мне отписал все подписываем договор берем книгу все книга вышла книга без целя ты понимаешь какой ты вообще надо надо волну 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 вот я чувствую что она идет что ты сейчас делаешь то что надо людям да то есть это спасибо большое за поддержку так что сделаем хорошо вот смотри тоже я не знаю мы там обозначили как-то тему выступления но я тоже не хочу ее как как-то сужать ну скажем жать вот все то все что начало началось у нас в феврале да и особенно то как все это происходило в фейсбуке я честно говоря в какой-то момент я оттуда просто сбежал вот потому что я уже не мог это при переносить и я начал строить заново комьюнити вконтакте да то есть снова с нуля у меня было 100 подписчиков вконтакте да то есть сейчас там типа 10-15 тысяч да то есть снова начало собираться вот и периодически я заглядывал время от времени в фейсбук я видел там что я видел вокруг все горит да то есть бегают люди с горящими головами да и там что-то безумие какое-то происходит и посреди всего этого безумия находишься ты да то есть ну вот моя лента она выглядела таким образом да абсолютно центрированная абсолютно какая-то спокойная да не без каких-то не туда не туда не туда да не в какой-то самый вот как тебе удавалось и как тебе удается вот это спокойствие и эту какую-то в центрированность сохранять знаешь безусловно меня тоже поштормила да то есть у меня был прям наверное месяца два период я даже сказал до лета июля наверное июня у меня был период такого кого-то куда бежать что делать как перехват какой-то план ребенок жизнь не работа что будет это все естественно когда всеобщая паническая атака она это нормальная человеческая реакция надо прожить и надо как-то прочувствовать но в какой-то момент я поняла одну важную вещь пока идут события исторического масштаба наша жизнь продолжается надо понимать что события исторического масштаба для них они у не значениях шаг 10 лет у нас шаг год и когда ты начинаешь понимать масштаб жизни человека ну назовем не жизни целиком а жизни вот этой вот самые вкусные сочные да вот центровой части когда надо делать дела когда вот все все открытия происходят когда семьи когда дети когда жизнь когда бизнес когда не знаю что вот это все вот эта часть это даже не жизнь это еще больше сужается да вот этот кусок вот этот кусок он становится еще меньше и в какой-то момент ты понимаешь что ты можешь и ориентируясь безусловно на ощущение где тебе сейчас нужно быть с кем тебя окружать как ты собственно и сделал до пределы окружил себя ты начал искать другое место в пространстве которым тебе будет комфорт что абсолютно нормально здоровая психическая реакция для того чтобы вообще не сойти с ума количество изменений потому что я бы сказала что не только с февраля у нас такой к стресс у нас стресс начался еще 2020 году да ты сначала к вида а нас пока еще никого не пустила надо есть то есть так а только все как-то люди люди не выводят уже не выводят потому что уже третий год как бы ты не можешь охватить масштаб происходящего но ты же можешь так в таком состоянии находиться постоянно поэтому в моем случае я просто поняла что я буду вкладывать себя в творчество и в помощь людям я с одной стороны у меня как бы не есть ребенок да я занимаюсь ребенком у меня есть прикладная моя точка у меня есть теперь студия не занимаюсь студии безусловно это очень здорово что я помогаю людям вижу результат это отдача то есть процесс обучения ты сам знаешь это абсолютно такой лекарский процесс 3 у меня есть мои проекты то есть я снимаю сейчас минске вот снимаюсь в новом сериале там интересная роль то есть я работаю сама еще над своим каким-то весной меня скорее всего будет еще спектакль я возвращаюсь на сцену спустя 12 лет я очень давно этого ждала я люблю театр то есть будет для меня история такая и еще одно четвертое еще одно направление я и моя подруга открываем школу для специальных детей поскольку эта тема для меня не чуждая даты я понимаю насколько актуальна в москве сейчас поддержка мамам с детьми в москве будет да это будет москве детям с детьми с проблемами с аутизмом будет делать 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 воскресная школа общеобразовательная для того чтобы внедрять интегрировать делать инклюзию именно детей с особенностями то есть ты видишь как много отдачи да и когда ты так много отдаешь тебе возвращается безусловно да то есть если это правильный проект то идет правильный орган в случае тебя просто нет времени наверное на панику я всем 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 рекомендую обязательно иметь психолога психотерапевта это прям основа основ на ребят это прям вот как зубному находим или там что-то очевидно делаем для нашей жизни вообще здоровый до адекватный обязательно нужно иметь человека который будет себя хотя бы иногда немножечко так ну какой-то держать какой-то да вот сфере адекватности вот и и и вот таким образом я начиная с июня вот к сегодняшнему дню чувствую себя сильной как никогда потому что летом я думала что я я не могу не ходить не дышать у меня просто сильно было очень тяжело то есть я поняла что я себя загнала уже какой-то панический такой кубик и выход из него я нашла только через творчество и помощь понимаю на самом деле у меня тут примерно тут точно также да да я то что я есть за мастерскую держишься за мастерскую как как бы ты держи я не и они за тебя деться хорошо вот давай все таки попробуем как ты пакет к этой теме подойти до к теме работы над сценарием работы над образом прежде всего давай так есть ли какая-то разница в том как происходит работа над сценарием работа над образом в россии и в голливуде где ты тоже в общем несколько вполне таких полноценных ролей на ценных арок сыграла ты знаешь они во многом конечно ориентируется на станиславского то есть они по школе там события конфликт развития арка хочу я хочу куда я иду то есть тут это со всеми этими историями они работают тоже в дальнейшем там уже каждый коуч как-то по-своему интерпретирует и так далее но за основа она везде основа слава богу это как математика в этом смысле актерское мастерство или там как фигурное катание то есть определенный набор техники которые ты прикладываешь и уже дальше получаешь результат кто-то будет высокий результат умение вот но я тебе скажу так что работа над ролью она всегда заключается в твоем личном так скажем понимание вообще персонажей сценарии сколько ты вот сколько ты увидел в сценарии столько ты проработаешь да то есть как бы там сценарист себе не рисовал придумывал уже себе в голове сыграл сам все за всех да то есть актер увидит все со своей колокольни естественно и тогда разберет не так как может сценарист даже хотелось бы или казалось бы а иногда интересней прошу прощения чем написано то бывали такие ситуации когда с норбеком я работала сейчас мы для киона сделали сериал на платформу переговорщик называется у меня там роль бывшая жена главного героя там какая-то ситуация там ребенок там что-то они общаются персонаж для того чтобы кошмарить главного героя ну а ля такое да там как то есть я не могу сказать что на прям какую-то нитику смысловую нагрузку несет да то есть но нужна женщина в их там треугольники мужского и когда мы закончили работу наверное таким большим комплиментом для меня было когда норбек сказал спасибо тебе за роль я сказал спасибо тебе что ты меня пригласил на такую роль такой вежливый ответ на что он сказал мне не не там роль не было и роль сделала знаешь ты сделал и вот этот момент такой я на секунду как бы так я приняла этот комплимент я его услышала я поняла насколько это важно важный профессиональный такой фидбэк от него был потому что иногда вот роль вот там есть некая женщина некая роль некая и уже актер разбирая ее привнося туда свои какие-то моменты реакции какие-то нежности взаимоотношения или наоборот делает ее вдруг бум трехмерный объем вот в этом заключается как бы уже магия актера как одеть на себя платье и просто а как бы его подать его можно идеально сшить но если носить его как мешок она будет так смотреться также с роли не надо уметь вынести фильм сплестили а бывают случаи когда ты читаешь сценарий и понимаешь что как бы вообще ничего тут делать да и никогда практически никогда один раз я в жизни отказалась от роли потому что там был абьюз ребенка и я просто как-то могла паулина андреева потом эту роль сыграла я ну никак ну не знал ну против моей системы к ну вообще может быть сплани права не знают но не бывали какие-то роли которые мне не очень интересны да то есть мы как говорим об этом но в целом я всегда максимально стараюсь меня не верят то что было не интересно бывает не знаю как тебе объяснить есть такое выражение проходная сцена ну да если куда вы тоже вы используете да вот я в это не верю я не считаю что бывают проходные сцены бывают не самые важные не ключевые сцены да не смысла образующие сцены но проходных я стараюсь избегать этого понятия понимаешь потому что я же в кадре я что-то делаю я же здесь для чего-то я же потом куда-то пойду что происходит все равно этот вот крючочек он должен появиться то есть проходная сцена идеальный момент для зрителя переключить канал то есть это не перестает цеплять тебя понимаешь и вот надо придумать хотя бы что-нибудь да хотя бы кусочку хотя бы шуточку хотя бы у него яблоко упало закатилась встал отвихнулся выше а потом эти коленки грязные где-то еще сыграли не знаю например но чуть-чуть но капельку просто чтобы проходная не не бывает не должно быть фильмы проходных сцен тогда ну он вкуснее становится и когда этого нет сценарии начинаю я как-то смотреть придумывать искать что можно сделать уже на площадке там с режиссером или сама или с партнером что-то придумываем потому что я считаю партнеров очень увлекаю свой процесс такое вообразить интересное я очень люблю когда партнер такой наш типа на откате так у нас чем мы там играем где мы там находимся вот а хочется же что-нибудь мы же не зря сидим здесь на работе по 12 часов давайте сделаем прикольно но на самом деле я тоже вот сценарий терпеть не могу вот таких вот вода сцена да где надо что-то до чтобы показать что он проходит туда-то да и упираешься да и сидишь и придумываешь иногда она где-то вообще берется из каких-то вот мне очень нравится история лёши пояркова когда он рассказывал у него сцена два персонажа какие-то два нквд шника или мента вот что-то такое и они что-то делают в сцене до какие-то четыре реплики до игрит и вот я уперся в нее в эту сцену и я не вот все сделано да все на месте я не понимаю зачем мне вообще эта сцена здесь на площадке выбросить ну вот а без нее никак и он значит в этот момент его жена попадает в аварию все нормально да ну разбивает машину вот он едет туда и какое-то время проводит там с этой историей да машина страховка все значит возвращается домой и там два таких мента вот таких прям вот гибддшники вот и он вернулся и а он запомнил фамилии этих гибддшников вернулся и дал фамилии этих героев дал да и у него вся сцена заиграла смотри как это бывает она заиграла как это все перенести чтобы у режиссера она заиграл но у меня тоже была похожая история когда я никак не мог одну сцену решить и там четыре бандита общаются и они у меня никак не могут заговорить вот никак не могут заговорить я не понимаю что о чем они говорят и я мучился часов 8 просто я сидел и все я уже бился головой а стол на вот и в конце концов я решил значит их зовут и дал им имена своих одноклассников с которыми я ругался да и все они не сразу же и сцена сложилась вот и все и нормально все сняли актеры также работают вот это интересная перекличка который я сейчас вижу в сцене очень важно если что-то не идет что-то куда-то там неправда какая-то фальши звучит очень важно по-английски за substitution то есть когда ты что-то подкладываешь до персонажа ты подкладываешь другого реального человека и тогда у тебя начинает рождаться те эмоции которые связаны с этим человеком то есть ты разговариваешь например не знаю там с директором школы по сцене подкладываешь там свою маму подставляешь и и и тот же самый текст который ты говоришь ты говоришь как будто ты говоришь своей мамы и тем самым тебя то есть реальный человек наполняет тебя и ситуацию совершенно реальными эмоциями и сцена начинает сразу звенеть то есть также смотрите персонажей вкладываешь в реальных людей которые ты знаешь тебя сразу появляется отношение к ним определенная манера поведения или может быть речи или еще очень важно оживлять оживлять отождествлять собой когда ты пишешь или даже когда ты играешь я уверена что прям сделать такое упражнение очень очень быстро можно видеть результат что это работает как инструмент да и вот здесь мне интересно то что это упражнение да она оказалась очень терапевтичным да то есть какие-то вещи которые скажем какие-то воспоминания которые для меня были там проблемными и не очень приятными да я вдруг заметил что она вроде как и снимается да то есть как-то и мы вас превратилась в другое да то есть я превратился в лекарство что называется и мне интересно может ли быть обратный процесс да то есть когда ты делаешь что-то и ты чувствуешь что сцена идет например куда-то не туда да и вместо лекарства да то есть драматургия она в целом же является лекарством потому что ты проживаешь катарсис до получаешь облегчение определенное да ты с одной стороны узнаешь как вести себя в тех или иных ситуациях да то есть получаешь некие жизненные модели другой стороны да вот в конце концов до сидишь новости читаешь читаешь блин и уже не знаешь куда от них деться уже голова дымится и садишься про эльфов смотришь час и час ты как бы не думаешь ни о чем и уже вроде как немножечко полегче становится да но ты отвлекаешься находишься в процессе это еще интереснее когда ты пишешь лига ты находишься персонажи у тебя бывало такое когда ты когда роль стала для тебя терапевтичный многие роли такие есть роли когда я проживала то что я не проживала в жизни в своей да то есть какие-то ситуации которые себя окунала и я задавала себе вопрос а как бы я поступил в этой ситуации а почему мой герой поступил так а я поступила бы иначе я начинаю искать ее правду и это помогает мне расшириться увидеть еще какие-то варианты еще как можно реагировать еще как можно себя вести так далее были роли когда очень совпадала с моим там эмоциональным состоянием да то есть и меня получалось использовать слова написаны сценаристом практически как свои то есть я понимала что у меня эта боль есть но я ее вот так вот никогда не высказывала а тут я села и прочитала сыграла монолог и в этом очень много меня вдруг то есть прям срезонировала со мной и это такая тоже как ты говоришь терапевтическая история я часто нахожу героинях себя причем это может быть совершенно разные персонажи там от девушки советского союза какой-то такой нежной легкой до начальника там отдела повредить наркотиками да то есть совершенно разные персонажи но мы же тоже разносторонние до люди актеры так они вообще очень гибкие и вообще вопрос самоидентификации очень остро стоит у людей которые рано начинают идти в актерскую профессию кто я что я где я вообще потому что мы такие все время да я все могу да у меня дипозон да я вообще и так и всякой вообще я и бандиты и врач и медсестра а очень важно наоборот себе сначала прийти также я думаю что режиссером также потому что сценаристом себя найти сначала а потом от источки себя начать уже что-то творить иначе вот так вот может мотылять и не кажется ты осознаешь тот момент когда ты перестаешь быть персонажем и становишься собой знаешь до конца меня отпускает только после окончания проекта я это заметила в какой-то момент особенно к тяжелую роль такая драматичная пострадательная история у меня есть даже персонажи которые у меня курят ты знаешь я не курю до меня как бы ну что-то там одно другое детство понятно на подроском как не фигня но вот я такой человек я живу занимаюсь спортом и витамины все мне хорошо да то есть у меня вот реально был период когда появлялась роль и этот персонаж я прям хотела курить я прям понимаю что у меня вот это вот моя история связана с этой героиней что мне героиня курит это абсолютно ты живешь с соседом это наверное нездоровая ситуация то есть если надо как-то мне поработать еще над собой да чтобы еще больше разделять эту историю но манера ходить я понимаю что я в жизни начинаю одеваться как мой персонаж понимаешь то есть как бы на подсознании не специально у меня какая-то такая мимикрия происходит героем вот сейчас я работаю на проекте у меня этого нет я не слава богу не чувствую то есть может быть я как-то от этого отошла но был был такой и меня прямо это ну испугало то что я не обращала внимание и в какой-то момент я поняла что я даже любила покупать одежду персонажей с киностудии ну вот носить игру мне эти штаны очень нравится да я в них там два месяца отснялась они прям вот мои прям уже штаны и я их хочу я покупала одежду персонажей я понимаю сколько это неправильно что это должна быть история закрыта и закончена и энергетически в прямом смысле слова оставаться там прошлом то есть я это я я не она но это вот уже моя такая история не знаю насколько сценаристы погружаются своих героев потому что я предполагаю что когда вы пишете главного героя или героиню во многом вы черпать из себя и себя с ним ассоциируйте и насколько вот даже есть фильмы какие-то да разные как-то там персонаж и сценарист становится фактически одним механизмом вот такой вот прав 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 проваливание туда как у вас интересно ты знаешь сейчас сейчас я попробую сформулировать у меня есть очень четкий маркер кто я в романе или в сценарий или внизу если героя зовут андрей значит это я но в романах газетчик писатель сценаристом андрей это ну в очень большой степени я в пьесе убийца то же самое андрей и сейчас я попробую сформулировать есть у меня вопрос один вот ты знаешь я поймал себя на том что когда я делаю разные проекты до очень сложно называть персонажа да то есть давать имя да почему потому что пока ты персонажа называешь герой или героиня он аморфный да он может быть какой угодно и я могу написать героиня приходит туда героиня приходит сюда героиня делает то героиня делает все да но как только героиня стала оксаной у нее тоже личность все это уже кожаная куртка это короткая стрижка маленькая грудь и возможно два пистолета в карманах да да если это ирина а еще пуще этого ирина анатольевна да то это уже директор галереи да обязательно блондинка это высокая худощавая очень умная очень волевая такая очень жесткая женщина да если это оля то это такая огонь да такая она пышечка и она вот вокруг нее все про она входит и все горит сразу же вокруг да вот я думал что это только я такой чеканутый да что у меня все персонажи да они как бы вот как только имя по и появилась да то сразу они обретают характер они обретают характер да вот то есть например если у меня появится персонаж по имени лянка скорее всего это тоже будет некий конкретный образ и он будет очень сильно отличаться от оксаны и от ольги тем более сейчас вот эта история вот здесь я снимаюсь мне прислали этот сценарий когда в первой скажем в первом драфте моя героиня была лариса 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 уже вроде все утвердили господи какое имя странное для героини прям вот не не знаю как-то было очень тяжело и уже практически вступили в съемочный период мне прислали вторую там версию уже законченную версию финального сценария режиссерского и я смотрю я мария друзья мария совсем другое дело где лариса где мария понимаешь а вот сейчас на со стороны человек послушать скажет ну все съехавшие разговаривает вот и здесь есть еще одна интересная штука да что условно говоря начинают вот эти герои они начинают путешествовать из проекта в проект то есть я понимаю что персонаж с близким характером может появиться допустим тот же самый андрей да я могу написать про андрея двадцатилетнего и он будет там условно говоря я в 20 лет и про андрея сорокалетнего и это будет тоже хочешь сказать прозрачны до живет такой воображаемый театр ну да да где ты берешь эти персонажи которые тебя же в трупе находятся да 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 интерес и дамы горе от ума расходятся по этой труппе и рекой и они да то есть опять же да там валентина мягкая женщина да такая там петр он там такой начальник да вот и вот они значит есть да и когда я начинаю какой-то новый проект да я смотрю и персон я и персонажи не с нуля создаю да а я как бы провожу некий кастинг такой да отбираю персонажи и мне интересно например вот у тебя может ли скажем вот появилась героиня до которая ходит в широких штанах да и курить сигареты например да и вот следующая роль какая-то ты смотришь штаны и сигареты да и я могу например вот эту уже готовы она же это же матрица да то есть если ты берешь сразу все понимаешь про него тебе не надо его заново создавать и сочинять да то есть ты как бы тебе это как как штаны надел да и ты в них тебе в них хорошо и комфортно мне интересно вот это может быть или у меня так не работает нет мне как-то заново она все собирается и каждый персонаж имеет какой-то свой ну ключик решение до какого-то своего решения у меня были героини с двумя пистолетами и кожаной курткой да вот сериале бывших не бывает такая девочка в тяжелых ботинках то есть определенная манера походки то есть физи физиогномика как бы другая совершенно это девочка которая не нужна ни косметика да там ничего у нее определен травма я придумала себе такое большое количество колец и у нее все время такое как бы нервные напряжение когда она начинает эти кольца крутить то есть какие-то такие тики а-ля да такой момент напряжение то есть такое решение была персонаж кира да там из любовь без тормозов тоже вроде же жесткая такая драматичная женщина и мы наоборот ее за закрыли прямо в футляр и юбки высокий каблук чтобы всегда было неудобно и неудобно сидеть и неудобно ходить выходить из машины у меня всегда есть определенное напряжение в теле и решение моей героиня было что она никогда не улыбается ты знаешь я такая вот мне будет тяжело это делать но прям очень долго я устраивала эту линию что этот человек который не улыбается и только к концу когда происходит определенные события изменения мы видим как она выходит из своего футляра и ее попускает и она уже вот последней серии совершенно вот расцветает размягчается и влюбляется и так далее то есть там начинается прям изменение какие-то силы вот но но вот эти решения я стараюсь искать каждой героине какие-то свои люблю очень менять образ прическу цвет стиль то есть в этом смысле стараюсь индивидуально подходить персонажей какие-то вещи у меня в русских горках на первом канале была история там была такая у меня и довольно большой диапазон то есть это след 20 до 50 персонаж и и вот где-то там с 20 до 30 у меня она очень женственная она носит перчатки там 50-е годы она носит пышные юбки платье такой немножко стиляги да туда вот какие-то платочки она очень нежная женственная девушка но в 30 лет она теряет ребенка попадает в катастрофу теряет ребенка она больше не может иметь детей и с этого момента эта травма который в принципе в сценарии ничего особо не рассказывается больше да она там и поплакала не сможем обсудили детей больше не будет они усыновят из детдома ну окей дальше сценарий пошел дальше да но для меня очень важный разговаривать с художником по костюм я говорю мне надо очень принципиальный момент надо отбить ее предыдущую жизнь ее женскую сущность с ее мужской с момента как она перестала иметь возможности детей она носит только брюки и она становится гораздо более простилась с анимой до остался один анимус да и это не как сценарий не обсуждалось если это мое личное решение просто через визуал может зритель даже до конца это не как для себя да то есть но это то как она вдруг начинает перестает чувствовать себя внутри женщины то есть у нее эта травма такого масштаба что она вот так она начинает по-другому немножечко себя вести и и легкое скокетство какая-то там игривость мужем все это уходит и становятся они такие два товарища в семье то есть вот такие вещи да то есть очень много мы заходим мы актерами заходим через визуал письма имея сценарий имея основу имея базу мы дальше думаем как визуально это можно наполнить через костюм через внешний наш образ такие вот вещи слушай на самом деле получается так что система станиславского да это на самом деле вот тот самый международный язык который по большому счету все все актеры понимают да и должны любое кино да но сегодня по большей части до европейское кино да я понимаю что например в корейское кино там может быть совершенно другие какие-то вещи да или в индийском не было бы интересно на самом деле по походить к ним тоже посмотреть меня такой интерес знаешь там по структуре вообще совершенно потрясающие вещи то есть я-то всегда изучал путь героя там и так далее когда я погрузился вот в эти структуры в африканские структуры в индийские структуры в корейские структуры я понял что вот все что мы считали что это как бы есть весь мир до путь героя путь героини это вот маленькая крошечная а там еще огромные огромные разные способ за это я люблю образование за границей для себя как артиста и как вообще создателя очень слушай но может быть ведь и в актерском мастерстве есть какие-то вещи которые лежат за пределами системы станиславского да например там не знаю методики гротовского какие-то ротовского михаил чехов абсолютно противоположность да как бы идем либо саниславский изнутри или чехов из неба внутрь вот тебе уже пожалуйста две совершенно разные системы входа в персонажа и вообще в себя в свою реакцию свою правду что очень мне кажется интересно использовать обе обязательно через тело через голос через внешние факторы приходить к этой искренности и наоборот находить себе искренность и смотреть как твое тело и голос меняется в связи с тем что ты чувствуешь ой а ты не видела главную роль с бандерасом еще нет я слушай посмотри обязательно на языке посмотреть что будет афигент офигенно сделано да то есть там два подхода два актера очень хорошо пенелопа круз играет она прекрасно она прям вообще жжет там и бандерас классный очень и он бандерас играет такого вот условно говоря сериального такого у которого с одной съемочной площадки на другую вот а второй играет такого артхаусного до которого сложный такой весь на сложных щах до сидит дома с женой с бокалом какой-то авангард слушает ой нет это не не музыка это сосед в стену стучит очень вот эти два разных подхода очень здорово сделано я прям огромный обязательно так ребят вопросы давайте слушай а есть у тебя роли какие-то которые более любимые чем да то есть или они нет никакой градации между ними я очень люблю свою роль в тесте на беременность сериале первого канала такая для меня наверное это самая длинная моя 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 связь героини поскольку мы сделали три сезона единственный мой сериал которым есть такое длинное существование то есть мы начали снимать в 2014 году и вот в крайнем сезоне я снялась в прошлом году то есть видишь это большая арка сколько семь восемь лет и никогда еще так наверное не была со мной герой недолго вот но я ее очень люблю а и я взрослела и она взрослела я менялась она менялась и вот я в нее вложила наверное очень много себя вот прям много моего личного ощущения отношения какого-то высказывания и много очень обратной связи была у меня же там такая история особенно первом сезоне неразделенной любви то есть она как бы она любовница да она она встречается с мужчиной но он ее все время держит на этих встречах так скажем да то есть никак не впускает ее наконец она его действительно очень любит и поэтому она ждет и терпит и на надеется что ну вот надо дать ему время надо дать ему сейчас я сейчас и так уже три года она с ним просто видится и это такая боль потому что там есть сцена когда она понимает что этого не произойдет но все равно прогибается под эту историю и мотивации там нет никакой вот кроме того что она его любит то есть она с него ничего не получает там он ее никак не там не не протежирует ничего там не замешано чтобы подумать что ну просто она с ним там из-за чего-то то есть искренне человек влюблен это такой вот женский абсолютно жертвенный персонаж когда молодая красивая успешная все вроде при ней все вроде нормально адекватная и ну все нормально но вот себя отдала в жертву таким вот непонятным таким сложным отношением конечно захотелось ездить как бы так его перековать что естественно невозможно вот это откликнулось очень у зрительниц я огромное количество писем получала о том что я прям увидела себя я прям посмотрела на себя со стороны я прям поменяла свою жизнь я прям вот я очень надеюсь что ваши там героини найдет свое счастье потому что мы все ходим и так по кругу и я вот то есть понимаешь да 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 роль которая просто людям помогла каким-то образом вот для меня особенно так коллеги петр спрашивает читал у сидни люмита как режиссер как этот режиссер то есть сидни собирал актеров на читку сценария как это обычно бывает сейчас делают ли сейчас читки читки в америке делают всегда то есть неважно если сериал 365 серии и вот в этой серии ты снимаешься будет читка обязательно то есть они каждую серию читают присутствует режиссер продюсер креативный продюсер второй режиссер часто бывает и всякие творческие департаменты костюм грим основные персонажи департаменты и все герои которые присутствуют в этой серии то есть главный герой будет неважно там понимаешь какого ранга еще что все буду сидеть читать здесь этого не происходит про семью но читки проводят обычно группа то есть группа удивительно у меня из режиссеров только розман читал читал каждый сценарий читал это жалко да это это ценный на самом деле история вообще послушать посидеть на читке послушать не только свою роль прошу прощения очень часто актеры сидят и читают только свою роль считает весь сценарий прям себе сделать выборку 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 я прошу тоже сделать выборку но уже после того как я прочитала весь сценарий чтобы я понимала вообще откуда выборка выдернута очень важно понимать что происходит в твоей истории параллельно с другими историями какая вообще динамика идет в сериале но если полный метр полегче да он конечно покороче но если там 16 серий очень много людей многие люди они как бы ну 16 или читать не очень даже мы это но даже если читаешь поперек хотя бы понимаешь куда двигается весь этот караван тебе легче будет выстраивать своего персонажа ну и как минимум ты не вступишь в ноту какого-то параллельного героя что тоже было бы неплохо понимать какой-то ансамбль ну и тогда то есть там это уже разбор более специфические читка нет у нас читок актерских но есть читки группы то есть группа перед тем как запускаться обязательно садится читать все серии для того чтобы понять сколько наверно машин какая там квартира нужен ли дубль костюма если там перестрелка ну такие вещи технически все департаменты себе выписывают плюс режиссер читая говорит эту сцену мы сокращаем это мы убираем это мы переносим другую серию начинается вот это вот миксование уже непосредственно работаем сценарием его адаптации к производству иногда это не нужно но чаще всего это нужно и это тут спрашивает ты дашь мне ссылку на тренинг на свой я в описании видео поста да в инстаграмм я тебе дам мы принимаем заявки покажет через инстаграм сайт находится в разработке эксен студия твани ту 22 эксен студия 22 наш инстаграм не взять нам ссылочку да да про важно ребят я в описании я после эфира потом ближе к вечеру размещу в описании видео ссылку так лянка полностью погружаясь персонажа проживая его вне съемочной площадке не происходит ли эмоционального перегорания нет я устаю вы знаете только от просто не отдыхаю но вот тут я устаю просто когда ты отрабатываешь там полный 12-часовой день там еще в дороге или какой-то перелет это опять на работу вот этот момент именно чисто физического постоянного напряжения как ты не берешь себе выходной вот так под лапками кверху немножко полежать да как мопс на подушке вот тогда происходит выгорание тогда у меня я прям чувствую что я приезжаю на работу уже уставшая я уже как бы в напряжении я немножечко ухожу в свою раковинку и ну такое как бы состояние у меня не не искрящейся энергии что не очень правильно на работе мы должны быть всегда форме на и вот эту форму я всегда стараюсь себе какой-то баланс какой-то микс работы над собой проводить чтобы быть форме все таки на площадке и не быть вот петр спрашивает сокращу вопрос актеры к сценаристу обращаются за какими-то разъяснениями если что-то непонятно по тебе случилось общаться с сценаристами дело в том что снаристы и актеры имеют пропасть между друг другом есть такое пропасть абсолютная пропасть никак не налаженная никак мы аутисты и интроверты аутисты интроверты замечательный план тоже надо иметь подход но поймите после того как вы отдали сценарий в руки режиссера режиссер ответственен за производство поэтому все вопросы которые у нас есть если они есть они приходят к режиссеру и дальше мы с режиссером разбираем и думаем вот уже между режиссером и вами сценаристом есть этот линк да 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 и там уже для себя как-то все решили поправили пообсудили нарисовали все и дальше уже нам режиссер как посредник начинает рассказывать уже через свою призму и мы задаем свои вопросы если сценарист является режиссером облегчается процесс логика понятно если сценарист является шоураннером является просто вышла на нам всего проекта режиссер и только появляется туда-обратно также мы можем конечно же садится разговаривать с шоураннером с продюсером с playlist вот но в целом не это не помогает вот честно скажу не помогает то что я оксана с короткой стрижкой и И там моя Оксана, которую я себе придумала, могут не сойтись. Ну и что нам с тобой обсуждать? Да, ну вот эта Оксана с короткой стрижкой ни разу, там стрижка каре, вернее, ни разу, сколько было постановок в театре, ни разу не было стрижки каре. Понимаешь? Она в пьесе прописана, да, и там ни одной, ни разу, просто она не... Ну хоть кто там и прислышал. Никто не увидел это каре. А там оно в реплике проговаривается. И не хоть ты тресни, никакого каре. Слушай, огромное тебе спасибо. Мне кажется, прям очень... Ой, я очень рад был с тобой пообщаться. Мне кажется, это было интересно и полезно. Выздоравливай. Спасибо. Насчет книги пиши, и надо будет, если созвонимся и спишемся, все это сделаем. Здорово, здорово, я очень рада. Большое спасибо, я получила массу удовольствия. Вообще только начали фактически. Да-да-да-да-да. Ребят, пишите, Лянке, в комментах пишите благодарность, огромное спасибо. Приходите. Пока-пока. Пока-пока.